Первые дни октября глава города Евгений Рычков и заведующий Кровеческим музеем Сергей Бушмакин провели в Архангельске. Именно там в 1820 году закончил свой жизненный путь известный слободской купец Ксенофонт Анфилатов. Интерес к его имени на Вятке, особенно в Слободском, не угасает до сих пор. Говорить о значении истории Слободского личности Ксенофонта Алексеевича там давно не надо было. То есть масштаб фигуры значительный и в истории города, и в истории страны. Не буду повторяться. Начинаю свою работу в должности главы города еще пять лет назад. То есть одно из моих задач, о чем я говорил, это же, конечно, спасение наследия Ксенофонта Алексеевича. Я веду речь об Анфилатовском банке. Несколько лет назад здание пребывало в плачевном состоянии. Бюджет не мог позволить себе многомиллионные реставрационные работы. Два года назад деньги на ремонт были выделены областным бюджетом, работы начались. Стал вопрос об использовании здания бывшего Анфилатовского банка. Совершенно справедливо и власти области, и городские. Мы ведем речь сегодня о создании музея, этому достойнейшему человеку, его делу. В каком формате? Вот сегодня как раз научная мысль, музейная мысль работает. Я не специалист в области музейного дела, не специалист в области, не профессионал в области истории, поэтому как это, я не знаю. Этим занимаются специально обученные люди, работники музеев, историки. То есть сегодня мы в том числе подбираем формат, что это за музей будет. По оценке специалистов только на местном материале, касающемся купца Анфилатова, слободским музейным работникам целый новый музей не открыть. Поездка в Архангельск – один из этапов сбора новых сведений и экспонатов. Страница в биографии Ксенофонда Алексеевича, естественно, это Архангельск. И открывать музей Анфилатова, его дела, будь то банковского, либо купеческого, без понимания, что было сделано в Архангельске, неполноценно как минимум. Поэтому не побывать в Архангельске накануне этого дела я себе позволить не мог. Важно было понять, известно ли что-то в Архангельске нашим соседям, нашим коллегам вообще об истории Анфилатова. Насколько они ее ценят, дорожат. Кое-что о жизни слободского купца в Архангельске узнать удалось. А насчет дорожат ли там его памятью – вопрос неоднозначный. Установлено, что похоронен Анфилатов на одном из кладбищ. Историки из Архангельска пояснили, на каком именно. Но вот могилу и надгробный камень найти так и не удалось. И это тоже объяснимо с исторической точки зрения. В 20-х годах, когда устанавливалась советская власть, уже была установлена в Архангельске, советские власти уничтожали не только храмы. Поскольку Архангельск – город купеческий, они уничтожали в том числе и памятники надгробия на кладбищах. Но не просто уничтожали, ради того, чтобы никто этого не видел, а нашли весьма практическое применение этим надгробиям, очень качественным, как вы понимаете. То есть наш был изготовлен из мрамора и красного гранита верхняя часть. То есть отличный строительный материал. Из этих памятников был сделан обводной канал в городе Архангельске. Это городская улица, которая проходит вдоль кладбища. Вот она выстилана этими надгробиями, выслана. И где-то там лежит память нашего ксенофонта Алексеевича, уже под асфальтом, под толщиной, пускай и гравия. В ходе визита слабожанам удалось найти понимание архангельских властей в интересующем вопросе и начать культурный диалог. Сразу возник вопрос, что тех материалов, которые находятся в нашем ближайшем окружении, это наша музейная библиотека научная, это научная библиотека имени Герцена, архивы не дают всестороннего, так сказать, рассказа об тех событиях, и необходимо было искать их за пределами нашего города, нашей области. Хочется через вас обратиться к общественности и представить, благодаря вам, отчет о поездке общественности, на обсуждение, опять же, городской общественности, вот сейчас мне хочется поставить вопрос, что мы дальше делаем. Мы снова ставим память ксенофонту Алексеевичу? Какой? В Архангельске? Надо ли это? Может быть, это будет мемориальная доска, тогда где? Не так уж это все сложно и затратно, организовать можно, но, опять же, хочу сказать, не хочется, чтобы это было решение общественности городской. Однозначно можно сказать, что принять участие в опросе и обсуждении можно будет на просторах интернета. Кроме того, ваши отзывы будут ждать в музее и администрации. Вклад Анфилатова в развитие Слободского сложно переоценить и взять хотя бы тот факт, что мы до сих пор эксплуатируем здания, построенные на средства общественного банка. Среди них гостиный двор, здание гимназии, Дома детского творчества и самого общественного банка, где до сих пор располагается ЗАГС.